Всем привет, это Тим Дотт, ежедневный астронавт. Прошло уже 50 лет с того знаменитого исторического момента, когда Нил Армстронг впервые сошел на поверхность иного небесного тела. И когда он встал на поверхность Луны, он произнес, возможно, самые знаменитые слова всех времен. Однако кое-что в этом меня всегда смущало. Я имею в виду, шаг с опорой ЛМ в самом деле легкий-маленький, но предыдущий шаг-то был очень большим. Я говорю вот про это. Огромный промежуток между последней ступенькой лестницы и грунтом. Почему он был таким большим? Неужели это не опасно требовать астронавтов прыгать вниз на поверхность и затем подпрыгивать обратно вверх? В лестнице Лунника 9 ступенек, размещенных на расстоянии примерно 23 см друг от друга. Но промежуток между последней ступенькой и грунтом примерно в 3 раза больше, аж 76 см. Так что в этой лестнице не хватало даже не одной, а двух ступенек. Ну да, лунная сила тяжести всего 1,6 от земной, но не было бы надежнее добавить ступенек, чтобы хоть как-то уменьшить этот промежуток. Так что сегодня мы посмотрим на те причины, по которым НАСА и Грумман, производители Лунника, решили выбрать именно такую лесенку. Мы поговорим о некоторых конструктивных решениях, об условиях на лунной поверхности и об астронавтах, которые были слишком хорошими пилотами, чтобы последняя ступенька оказалась бы ближе к грунту. Давайте начнем. 25 мая 1961 года президент Кеннеди в речи перед Конгрессом поставил цель доставить людей на Луну к концу десятилетия. К тому моменту в загашнике у США было ровно 15 минут 22 секунды космического опыта, всего лишь один суборбитальный полет. Надо еще упомянуть, что это была не настолько знаменитая речь, как другая, где он заявил, что мы идем на Луну. Та случилась годом позже на стадионе Райс в Хьюстоне. Это невероятно амбициозное заявление привело в движение массу вещей. Последовало своеобразное цунами инженерии, настолько интенсивное, что, образно говоря, иногда правая рука не знала, что делает левая. И одной из первых задач являлось создание лунного корабля. В июле 62-го один из компаний представили свои предложения по конструкции лунника. Грумман выиграла конкурс и начала создание макетов уже в 63-м году. Но погоди, как все это относится к лесенке, спросите вы. Сейчас объясню. Я тут обрисовываю историю вопроса, потому что это интересно само по себе. Конкретно вот этот кусочек истории стал определяющим моментом, почему лесенка оказалась неправильной длины. Грумман создавала лунник, предназначенный для посадки на поверхность, про которую буквально никто ничего не знал. На тот момент все, что у нас было, это изображения с орбитеров и рейнджеров, а также снимки с наземных телескопов. Рейнджеры с 6-го по 9-й передавали изображения высочайшего качества вплоть до момента падения, с впечатляющим разрешением до 30 сантиметров на точку. Но, несмотря на это, у нас по-прежнему не было сведений о том, что из себя представляет лунная поверхность. И так было до 2 июня 66-го года, когда США посадили на Луну сервейер, на 4 месяца позже советского зонда Луна-9. И вот это позволило узнать кое-что новое о лунном грунте, но данных все равно было не густо. Поэтому три первых года проектирования Луника прошли под множеством вопросительных знаков. Многие ученые полагали, что поверхность будет очень мягкой, припудренной мельчайшей пылью, и полностью поглотит корабль и астронавтов так, что нельзя будет выбраться. И вот пока НАСА посылало к Луне зонд за зондом, Груммон сосредоточились на создании Луника. Дизайн прошел через несколько стадий переработки, начиная от изменения количества опор с 5 на 4, затем круглый кокпит был заменен на многогранный, затем круглый люк был переделан на квадратный, и, кстати, этот круглый люк был серьезной проблемой, из-за которой астронавты едва могли залезть в аппарат, поэтому Груммон перешли на квадратный вариант, существенно облегчив вход и выход. В это же время Груммон экспериментировал с канатно-блочной конструкцией вместо лестницы, но астронавты пришли к выводу о неприменимости такого варианта, даже в условиях низкой силы тяжести. В итоге Груммон решил установить лесенку на передней опоре посадочной ступени. Несмотря на предельную простоту конструкции, ее вес все равно был важен, ведь в конце концов на каждый килограмм полезной нагрузки нужно 400 килограммов самой ракеты. Вот почему Груммон хорошенько постарались облегчить конструкцию до предела. Пришлось даже выкинуть кресло пилотов и применить металлизированную каптоновую пленку для термозащиты. Поэтому лесенка, как и прочие детали, была очень легкой. Например, если лунник поставить на его опоры на Земле, то они сломаются, обрушив корабль, потому что рассчитаны на лунную силу тяжести и не могут выдержать вес корабля в земных условиях. Все это относится и к лесенке. Если бы мы попробовали залезть по ней здесь, на Земле, она, скорее всего, просто развалилась бы, потому что не предназначена для земной гравитации. И вот они сделали лесенку максимально легкой, приспособив ее к одной шестой земной силе тяжести. Но вряд ли облегчение конструкции стало причиной, по которой лесенка оказалась такой короткой. Давайте посмотрим на конструкцию посадочных опор. Они сделаны так, чтобы поглощать энергию удара и предотвращать переворачивание лунника при посадке. Инженеры Груммон были весьма обеспокоены опасностью переворачивания лунного модуля, поэтому проектирование опор было очень тщательным. Работа опор была настолько важным элементом программы, что после расстыковки пилот командного модуля проводил визуальный осмотр лунника на предмет их правильного разворачивания. И в случае обнаружения каких-то неполадок посадка была бы отменена. К счастью, проблем с опорами ни разу не было. Интересной находкой было использование сминаемого поглотителя деформации. NASA и Груммон разработали специальную ячейскую алюминиевую втулку, известную как «сминаемый сердечник». От применения гидравлических амортизаторов было решено отказаться по причине того, что они могут дать течь, сделав опору неработоспособной. Так что в целях упрощения применили одноразовые втулки, весь смысл которых был в том, чтобы сжаться от механического воздействия, поглотив энергию удара. Эта технология применяется и сейчас. Например, SpaceX устанавливает такие сминаемые сердечники в опоры ракет Falcon 9, чтобы помочь гидравлической системе поглотить удар при посадке. Их польза стала очевидной в случае запуска Тайком 8 27 мая 2016 года. Бустер приземлился не очень удачно, на дну из опор пришелся сильный удар и в итоге ракета встала слегка кривовато. Но, к счастью, чудесным образом все обошлось без очевидного ухудшения ситуации и ракета вернулась домой в сохранности. Вернемся к луннику. Его опоры могут поглотить солидную порцию кинетической энергии. Благодаря сминаемой структуре они не пружинят, в отличие от традиционно гидравлических амортизаторов. Будучи смяты, они остаются в таком положении. Опоры лунника были спроектированы так, чтобы гарантированно выдержать до 3 метров в секунду вертикальной скорости при нуле горизонтальной или 2,1 метра в секунду вертикальной скорости при 1,2 метра в секунду горизонтальной. НАСА все равно не знало, насколько хорошо сработают амортизаторы. Не было уверенности и в том, насколько глубоко в грунт погрузятся тарельчатые подошвы опор. Поэтому было решено, что не стоит крепить лесенку к подвижным частям опоры, позволив конструкции работать без помех. По факту предполагалось, что опоры сдвинутся намного больше, чем они это сделали, и этому поспособствовало два фактора. Во-первых, мастерство пилотов, и, во-вторых, механические свойства самого луногрунта. Да, пилоты, можно сказать, были слишком аккуратны и нежны при заходе на посадку. Из-за этого опоры попросту не получили ударов нужной силы. Повторю, на то время мало что было известно, поэтому НАСА выбрало максимально осторожный вариант. Астронавтам предписывалось сделать отсечку двигателей на высоте полутора метров, когда датчики касания определяли наличие грунта под лунником. И, вероятно, вы уже знаете, как это звучало. Смысл в том, что это не только предотвратило разбрасывание грунта выхлопом, снизив риск еще и повреждений самого корабля, но и потому, что двигатель нельзя выключить мгновенно. Даже если вы отсекли подачу топлива, то все равно какое-то остаточное давление будет действовать еще некоторое время, полсекунды или около того. И это свойственно всем ракетным двигателям. Кстати, эта самая остаточная тяга осталась незамеченной на стендовых испытаниях обновленных двигателей SpaceX Merlin в ранних полетах ракет Falcon 1. Из-за этого произошло столкновение только что разделившихся ступеней, приведшее к потере аппарата. Астронавты Аполлонов должны были отсекать двигатели на высоте полтора метра. Тогда скорость касания грунта оказалась бы в пределах срабатывания амортизаторов. Но, несмотря на все тренировки и предосторожности, все шесть прилунений прошли с разными скоростями касания. Нил Армстронг дал Аполлону-11 наимегчайшую посадку с вертикальной скоростью всего 0,54 метра на секунду. Аполлон-17 был следующим по скорости всего 0,91 метра на секунду. Затем Аполлон-14 0,94, Аполлон-12 1 метр в секунду. Аполлон-16 сел на скорости 1,7 метра в секунду. И, наконец, самая жесткая из всех посадок, Аполлон-15, где Дэвид Скотт упал на Луну аж на скорости 2,07 метра на секунду, все равно оставшись в пределах допустимой нормы. Кстати, важным требованием было избежать касания поверхности юбкой посадочного двигателя. Аполлон-15 тащил на себе дополнительный груз в виде ровера, имея при этом усиленный двигатель. При посадке он шлепнулся на поверхность с наклоном в 11 градусов. Юбка двигателя смялась, но все-таки не из-за контакта с поверхностью, а из-за того самого остаточного давления, когда уменьшающийся промежуток между двигателем и поверхностью не позволил спокойно сбежать выхлопным газом. Другим фактором, не давшим амортизаторам показать все, на что они были способны, оказалась слишком мягкая рассыпчатая поверхность Луны, поглотившая чуть ли не 80% энергии удара. Возможно, именно из-за этих причин посадочные опоры сжались в гораздо меньшей степени, оставив лесенку выше, чем все это планировалось. И мораль всей этой истории в том, что посадка была самым неопределенным местом во всей Лунной программе, поэтому НАСА выбрало наиболее консервативный и осторожный подход. Использовались самые простые и надежные амортизаторы, большие тарельчатые подошвы, опоры были обмотаны термозащитой, на опорах были контактные датчики высоты и так далее, тому подобное. В общем, по совокупности всех этих причин было решено не делать лестницу длиннее некого минимума, и если все сработает как надо, опоры поглотят удар посадки, и лестница окажется на некоторой небольшой высоте над грунтом. Но этот последний шаг все равно волновал астронавтов. Командиры экипажа специально тренировались запрыгивать обратно сразу после спуска. На тот случай, если это окажется невозможным, пилот Лунника помог бы коллеге забраться обратно. Нил прокомментировал эту процедуру перед тем, как сойти с опоры. У разных астронавтов с лестинга был разный опыт. Например, Джим Ирвин сказал, что это было довольно тяжело, а Пит Конрад заявил вообще вот это. Подытоживая, можно сказать, что высота последней ступеньки была спорным вопросом. При том количестве неизвестных, при ограничениях на вес конструкции, при надежде на низкую силу тяжести, которая облегчила бы спуск и подъем, и по причине того, что было неизвестно, сколько энергии удара поглотит лунный грунт, НАСА решило оставить промежуток между последней ступенькой и подошвой опоры в 76 сантиметров. А вообще, наверное, стоило перенять советскую идею и попросту использовать выдвижную лесенку. Ну а как вы считаете, ответил ли я на вопрос о высоте лесенки лунного корабля? Дайте знать, если у вас есть какие-то вопросы о программе Аполлон или о космической технике в целом. И оставайтесь на канале, потому что у меня запланировано еще много интересных сюжетов. И когда вы не pollen, то есть, чек-либо моему об Сандувай. Чем вы найдете эти вещи, где, кстати, на мой у нас почти едой, и это потому что мы делаем лучшую форму обуви жертву сейчас. Глаза стоит удача и качество дозавтра. Но там тоже есть тони в мысль о том, что мы постоянно постоянно поможем, как в uno-махер и из-за того, как грипп грифид надкостерами, и муга, и хаты, и прочее б остальное. Так что вы думаете, помните Hola, что клип и на мусика на нем, where you can listen to my music on Spotify and on iTunes and also a playlist right here on YouTube as well. Add it to a playlist this summer and let me know what you think. Thanks everybody, that's going to do it for me. I'm Tim Dodd, the Everyday Astronaut, bringing space down to Earth for everyday people.